Евгений Бестужев, российский политолог. Да, член, председатель Санкт-Петербургского движения «Солидарность». Что вас сегодня волнует больше всего? И с чем вы сюда приехали на форум? Обменяться мнениями со своими коллегами, единомышленниками, выстроить какие-то планы деятельности на ближайшее время по осуществлению модернизации российской политической системы. Это возможно? Это, конечно, возможно. Нужна только политическая воля, нужны усилия. Причем усилия не только российской оппозиции, а усилия всей мировой общественности. Сегодня, вот, например, я не стал выступать с места, потому что для меня более важно... Дать интервью мне. Да, может быть, дать интервью вам. Но не только это. Пообщаться с коллегами и все-таки добиться какого-то понимания, что необходимо делать в ближайшее время. Это на сегодняшний день мне представляется самым главным. Не ограничиваться какими-то общими обсуждениями. Ну а что вы делаете? Не забывайте. А что вы делаете? Что предлагаете? Значит, во-первых, это... Сейчас я делаю, я исследую опыт политической модернизации, которая была осуществлена в разных странах на разных континентах. Сегодня много говорилось, вот, в ходе первой сессии о том, что в России настолько все безнадежно, в ближайшее время никакие перемены нас не ждут. Я считаю, что это не так. Все-таки процесс слома той политической системы, которая основана на мракобесии, отстое, неуважении к человеческим правам, попрания международных правовых норм, не может длиться долго. Единственное, весь цивилизованный мир, остальной, он не должен смотреть на это сквозь пальцы. Следует отметить, что 50 лет назад, вот мы недавно отмечали 50-летие, этой организации была создана Всемирная антикоммунистическая лига, ВАКЛ. 50 лет назад мир также капитулировал перед коммунистической системой. Казалось, что коммунизм побеждает везде. От Индокитая до Анголы, от Латинской Америки до Москвы. Многие западные политики уже готовы были к этой капитуляции. Известный политолог Рассел говорил, лучше быть мертвым, чем красным. Некоторые читали лекции профессора в Гарвардском университете, заявляли даже о том, что мы должны достойно встретить поражение с белым флагом в одной руке, красным в другую и типа этого. Но нашлись люди, которые положили конец наступлению несвободы. И тогда образовался некий симбиоз между политическим эстеблишментом западного мира и теми людьми, которые вели подпольную борьбу против тоталитарных диктатур. Очень важно, что тогда президентом Соединенных Штатов в Америке стал Ронард Рейган, который решил дать решительный отпор мировому злу в лице коммунизма. Великий Ронард Рейган тогда сказал, что так не бывает, что мы живем в условиях свободы, нам хорошо, а вы идите своим тоталитарным лесом. Свобода имманентна. Она либо существует везде, либо ее нет нигде. Если ее нет где-то, значит ее нет нигде. И несвобода должна уничтожаться. Коммунизм несет несвободу, значит смерть коммунизму. Тогда политики проявили решимость. Сейчас происходит то, что мы видели в середине 60-х годов. Но уже снова находятся люди и в России, и на Западе, готовые изменить это положение. Разумеется, Запад погряз в своем благополучии, не желает напрягаться, не желает бороться за свои ценности. Но этому приходит конец. И я думаю, что мы, российская оппозиция, совместно с нашими западными коллегами сейчас можем изменить мир к лучшему. Привести мир к пониманию того, что злу должен быть дать отпор. И еще нужно вести пропагандистскую работу, противодействовать пропаганде Кремля, той лжи, той дезинформации. Дело в том, что путинизм на внешнем рынке представляет себя несколько иначе, чем внутри страны. Если внутри России это возрождение совка, самого отстойного, самого гнилого, самого мерзкого, реабилитация советских преступлений, то во внешнем мире он как бы борец с исламским терроризмом, некий такой буферный форпост, защищающий западную цивилизацию. Это не так. И еще нужно учитывать, что главное стратегическое оружие Кремля, направленное против Запада, против цивилизованного мира, который ему органически ненавистен, это экспорт системной коррупции, кооптация элит. И этому нужно тоже противодействовать. И без российской, без связи западных политиков с российской оппозицией, без того, что мы создадим единый фронт противодействия злу, мы ничего не добьемся. Мы не изменим мир к лучшему. Спасибо.